Дорогие коллеги! И как раз своим докладом я хочу показать тот огромный вклад, который внес профессор Ян Владимирович Бохман в проблему рака эндометрия. Я бы хотела начать этот доклад словами известного химика-микробиолога XIX века Луи Пастера. Мне очень нравятся его слова, касающиеся науки, которая должна быть самым возвышенным воплощением Отечества, ибо из всех народов первым будет всегда тот, который опередит другие в области мысли и умственной деятельности. И как раз эти слова относятся к данному моему докладу, к проблеме, именно к Ян Владимировичу Бохману, потому что именно в проблеме рака эндометрия Ян Владимирович предвосхитил все последующие открытия по проблеме рака эндометрия и по выражению Луи Пастера во многом опередил других в данной области мысли и умственной деятельности. И своим докладом я вам это покажу. Как строилась разработка проблемы рака эндометрия в нашем центре? Основанием для этих исследований было сначала исследование патогенеза рака эндометрия, то есть совершенно фундаментальное исследование. И Ян Владимирович, как клиницист, он как раз начал с фундаментальных исследований. И на этих фундаментальных исследованиях, которые были проведены совместно с фундаментальными учеными нашего центра, далее были разработаны новые методы диагностики, новые методы лечения рака эндометрия и разработаны новые методы профилактики. Как проходило исследование патогенеза рака эндометрия? Оно проходило по двум направлениям. По двум глобальным направлениям. Это эндокринологическое направление и морфологическое направление. И говоря об эндокринологическом направлении, нельзя не вспомнить профессора Владимира Михайловича Дильмана. Это всемирно известный ученый, который создал гипоталомическую теорию патогенеза гормонозависимых раков реподуктивных органов. И задолго до зарубежных исследователей описал, логически обосновал патогенез метаболического синдрома. Такого названия еще не было тогда, но нынешние зарубежные ученые, которые описывают метаболический синдром, это такое же описание, которое дал ему профессор Владимир Михайлович Дильман. Мы должны помнить своих, нет пророков в своем отечестве, совершенно правильно сказал Лев Андреевич. И мы должны знать, кто первый предложил вот именно патогенез метаболического синдрома в мире. Это был профессор Владимир Михайлович Дильман, который руководил лабораторией эндокринологии в нашем центре. Поэтому, я считаю, наш центр – это центр, где самые фундаментальные достижения онкологии закладывались в свое время. Вот здесь дальше, когда уже шла разработка непосредственно рака эндометрия с точки зрения эндокринологического направления, в этом разработке приняли участие ученики Владимира Михайловича Дильмана. Это профессор, ну и не профессор Лев Михайлович Берштейн и профессор Александр Сергеевич Вишневский. На этой фотографии вы видите, когда они были молодыми, именно тогда, когда создавалась эта теория, теория о патогенезе рака эндометрия. Когда мы говорим о морфологическом направлении исследований в области патогенеза рака эндометрия, нельзя не вспомнить профессора Олега Федоровича Чепика. Потому что именно он, его заслугой было обоснование клиник морфологической характеристики рака эндометрия и патоморфоза рака эндометрия под влиянием гормонотерапии. И в 1974 году вышла первая статья Геона Владимировича с авторствами с Олегом Федоровичем Чепиком, академиком Серовым и профессором слепых «Гиперпластические процессы рака эндометрия». И докторская диссертация Олега Федоровича Чепика была посвящена клиникам морфологической характеристики аденогенных раков матки и их терапевтическому патоморфозу. Из этих двух направлений формировалась концепция о двух патогенетических вариантах рака эндометрия. И я правильно сказала, Илья Федорович, докторская диссертация Олега Владимировича Бохмана была посвящена клиническим и патогенетическим обоснованиям рационального лечения больных раком тела матки. Эту диссертацию Олег Владимирович Бохман защитил в 1971 году. А в 1972 году выходит фундаментальная монография рака тела матки. Вот на данном слайде представлена таблица, которая характеризует патогенетические типы рака эндометрия, которые предложил Ян Владимирович Бохман. А именно, первый, разделять рак эндометрия на первый патогенетический тип гормонозависимый и второй, автономный патогенетический тип. До него такого разделения патогенетических типов рака эндометрия не существовало. Ян Владимирович считал, что примерно 60-70% пациентов рака эндометрия имеют первый патогенетический вариант и около 30-40% второй патогенетический вариант. В левом столбике обозначены клинические признаки, по которым можно определить патогенетических вариантов. Я вам, Владимирович, предложил 11 признаков. Это менструальная функция, детородная функция, время наступления менопаузы, тип реакции влагалищного мозга в менопаузе, по которому судили, есть ли гиперэстрогения или нет гиперэстрогения, состояние яичников, фонэндометрия или произведенные ранее соскобы, состояние амиометрия, ожирение, гиперлипидемия, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. И наличие вот этих проявлений жироуглеводного обмена и гиперэстрогении характеризовали пациентку как то, что у неё развивается болезнь по первому патогенетическому варианту, отсутствие нарушений, метаболических нарушений и ранняя менопауза, отсутствие или несочетание гипертонической болезни с сахарным диабетом характеризовали такую пациентку как пациентку, относящуюся к тому, к новому типу ракоэндометрия. Затем эти типы ракоэндометрия были описаны и в других монографиях, а это тоже фундаментальная монография, комплексное лечение при гиперэстрогических процессах и ракоэндометрия, и в руководстве по онкогинекологии, вышедшем в 1989 году. Но если мы внимательно посмотрим на ту таблицу, которая представлена в руководстве по онкогинекологии, здесь появляется 12-й признак, а именно Т-система иммунитета. И там отмечено, что при первом варианте гормонозависимым это Т-система иммунитета без существенных изменений, а при втором патогенетическом варианте наблюдается иммунодепрессия. Почему Ян Владимирович вставил вот такой вот 12-й признак? Потому что в 1985 году под руководством Ян Владимировича Бокмана была защищена диссертация состояния клеточного иммунитета у больных раком эндометрия и его изменения коррекции в процессе лечения. В этом исследовании было установлено, что показатели клеточного иммунитета у больных первым гормонозависимым вариантом сходны с таковыми у здоровых женщин в редуктивном периоде, а показатели же при втором патогенетическом варианте значительно снижены. И также было обнаружено снижение этой лимфоциты в зависимости от дифференцировки опухоли. И вот в 1989 году в руководстве по онкогинекологии Ян Владимирович написал, эти данные позволяют расшифровать автономность второго варианта рака тела матки и обозначить его как инвалютивный и иммунодефицитный. Посмотрите, насколько Ян Владимирович все-таки предвидел будущее развития науки в области рака эндометрия, что касается данной ситуации рака эндометрия. После 1985 года многочисленные работы подтвердили данные, которые были обнаружены ранее нами. Я не буду здесь приводить все эти исследования, их очень много, и они все ссылаются на те исследования, которые были у нас. Я здесь привожу последнюю работу, фактически очень свежую, в декабре 2022 года. Авторы из отделения кушевства и гинекологии университетской клиники Мюнхена исследовали наличие регуляторных клеток при раке эндометрии, предсказали ухудшение общей выживаемости, что способствует прогрессированию опухолевых клеток. И они в этой работе, посвященной именно регуляторным клеткам, вот этот текст этой статьи, в кавычках взятый, исторический рак эндометрия был классифицирован Бохманом на тип 1 эстрогенозависимый, на тип 2 эстрогенонезависимый. То есть эти авторы и они же ссылаются на работу Яна Владимировича Бохмана. И на основании результата были разработаны новые терапевтические стратегии, включая модуляцию иммунной системы, ингибитором PD-1, пембролизумабом, в котором мы сегодня лечим этих пациентов. И отсыл идёт к работам Яна Владимировича Бохмана. Ну вот здесь показано, как меняется сниженная выживаемость больных при инфильтрации регуляторными клетками опухоли в зависимости от отсутствия этой инфильтрации. И также зависимость от дифференцировки, то, что получилось в нашем исследовании. Это современное уже исследование, последнее. Свою концепцию о двух патогенетических типах рака эндометрии Ян Владимирович изложил за рубежом на английском языке в журнале Ginecology and Oncology два патогенетических типа рака эндометрии, опубликованного в 1983 году. И вот настолько велик был вклад этих разработок в мировую онкогенетическую науку, что концепция о двух патогенетических типах рака эндометрии ассоциируется в мировом научном сообществе с именем Ян Владимировича Бохмана. Я вам сейчас это продемонстрирую. В 2007 году, вот мне очень нравится это исследование тайваньского исследователя Льо, который не только прочитал работу, опубликованную на английском языке, датированную 1983 годом, но и он, видимо, почитал работу на русском языке «Рак тела матки», потому что он ссылается на два источника. На 1972 году, когда вышла монография «Рак тела матки», на 1983 году, когда была опубликована концепция о двух вариантах на английском языке. И он пишет, что именно Бохман предложил дуалистическую модель туморогенеза эндометрия, основанную на клинических наблюдениях, клинико-патологических корреляциях. И эта дуалистическая модель впоследствии была подтверждена молекулярными исследованиями примерно десятилетия спустя. А здесь я привожу работу Лакса и Курмана. Вы все знаете, кто такой Роберт Курман. Это главный редактор классификации опухолей 2014 года. И Лакса и Курман пишут, что спорадическую карциному эндометрия можно разделить на два биологические и клинически отличающихся подтипа, один из которых связан с эстрогеном, другой не связан. И клинико-патологический, и моногистохимический, и уже молекулярный генетический анализ карцинома эндометрия позволяют предположить различные пути патогенеза, эндометриоидные, как на сегодняшний день считается, и сирозные карциномы. Вот это вот как раз классификация, где Роберт Курман является главным редактором. И он сослался на работу Елена Владимировича Бухмана. Дальше его соавтор Лакс, в следующей работе 2002 года, молекулярный уже патогенез рака эндометрия на основе дуалистической модели, а дуалистическую модель предложил Елена Владимирович Бухман, дуалистическая модель молекулярного патогенеза. И начинает он свою работу с отсылкой к Елена Владимировичу Бухману. Биологически и клинически существуют два варианта рака эндометрия. Следующая его монография, уже где он является соавтором в этой монографии, он также начинает свою главу в этой монографии «Молекулярная генетика рака эндометрия», начинает с отсылки к Елену Владимировичу Бухману. И он пишет о том, что второй патогенетический вариант, и часто при этом варианте наблюдается именно сирозная эндометриальная карцинома. И начинается она с сирозной эндометриальной и интерпетериальной карциномы. Это термин, который вошел в последнюю классификацию 2020 года, морфологическую. Вот здесь представлены типы рака эндометрия, примерно типы рака эндометрия с учетом морфологических молекулярно-кетических факторов. То есть помимо морфологических факторов, то есть при первом типе это G1, G2, то есть высокоумеренно дифференцированная карцинома, или по современному термину low-grade карцинома. И при втором типе это high-grade карцинома, при первом типе рецепторно-позитивный, и второй – это рецепторно-негативный. И здесь уже известно, что молекулярно-генетические факторы при первом типе – это мутации в гене Киэрас, и мутации в гене ПТЕН, бета-котинин, и наблюдается микросателитная нестабильность. А для второго типа характерна мутация гена П53 по цели гетерозикотности анеоплеидии. На данном слайде представлена работа Шерман о теории канцерогенеза эндометрии «Мультидисциплинарный подход», опубликованный в 2000 году. И вот в этой работе Шерман опять же ссылается на Яла Владимировича Бохмана. Он более подробно пишет, основываясь на клиниках патологических наблюдениях. Из 3660 случаев рака эндометрия Бохман предположил, что существует два основных типа карциномы эндометрии – опухоли первого типа, связанные с гормональным дисбалансом, и опухоли второго типа, которые, по-видимому, в значительной степени не связаны с эстрогеном. Дальше он пишет, что эти клинические наблюдения, большинство опухоли первого типа соответствуют именно эндометриоидному типу карциномы, тогда опухоли второго типа, вероятно, включают, как сейчас это известно уже, большинство серозных карцином и некоторые другие агрессивные типа аденокарцином. Сандерсон в своей работе «Новые концепции старой проблемы диагностики гиперплазии эндометрия» также ссылается на работу Яла Владимировича Бохмана и пишет, что как раз для второго типа рака эндометрия характерны так называемые агрессивные типы опухоли серозные и светлоклеточные гистологические подтипы. Также Сандерсон пишет о том в этой работе, что существуют смешанные гистологические паттерны, включающие эндометриоидную и серозную морфологию, и что несмотря на кажущееся интуитивное разделение рака эндометрия на эти два типа, эта классификация, он критикует ее немножко, она далека от совершенства, потому что существует значительное совпадение между раком эндометрия типа 1 и типа 2, например, 10-19% эндометриоидных карцином считаются высоко дифференцированными и имеют клинические особенности, которые больше похожи на рак эндометрия второго типа. Я хотела бы возразить от имени Ял Владимировича, если вы мне позволите, Сандерсону. Дело в том, что сам Ял Владимирович говорил о том, что существуют так называемые серые, серые типы рака эндометрия у женщин можно выявить, которые нельзя отнести ни к первому, ни ко второму варианту. И он пишет, что примечательно четкая корреляция между вариантом и степенью дифференцировки аденокарциномы, первый патронический вариант отмечен у 4 из 5 больных, то есть не у всех 100%, с первой и второй степенью дифференцировки, это 81,6%, и только у 38,8% больных при третьей и четвертой степени. И сложнее, для того, что важно, сложнее представляется трактовка биологических особенностей умеренно дифференцированного рака. Можно полагать, что это наиболее многочисленная группа однородна только по морфологическим признакам, по своим биологическим особенностям. Большая часть этих опухолей возникает по закономерностям первого варианта гормонозависимого, в то время как в других наблюдениях ролики пестрогена и обменных нарушений не прослеживается. А вот довольно свежая работа 2012 года. Макканеки, это соавторство с другими авторами, исследователями из Канады и США, в статье «Использование профилей мутации для уточнения классификации карцинома эндометрия» об этом как раз и показывают, что если мы хотим при исследовании пациентки, при установке окончательного диагноза, мы обнаруживаем карцинону низкой степени злокачественности, и мы обнаруживаем известный мутационный профиль, а именно характерная мутация ПТН-гена, мутация Ки-разгена, то это чётко совершенно развитие рака эндометрия более благоприятное по первому патогенетическому типу. Если же мы у пациентки обнаружим, как вот на красном обнаружено, окончательный диагноз можно поставить, если у пациентки мы обнаружим карциному высокой степени злокачественности и известный мутационный профиль, а именно мутация Евгения П53, то можно чётко представить, что у этой пациентки будет неблагоприятный прогноз, и развитие у неё рака эндометрия протекает по второму патогенетическому варианту. Но здесь же показывают, существует и так называемая, ну здесь не серая, здесь жёлто-зелёная шкала, когда мы не можем отнести данную пациентку ни к первому, ни к второму патогенетическому варианту. И проблема оценки степени злокачественности здесь существует. И мутационный профиль требует уточнения. И не все на сегодняшний день генетические профили мы можем на сегодняшний день охарактеризовать, но это работа 2012 года. Дальше, в 2013 году уже появляется комплексная геномная характеристика рака эндометрия. Это работа из исследовательской сети атласа генома рака. И они также ссылаются не прямо на Яну Владимировича, но опосредованно. Они в начале, в предисловии к своей работе, в обведении ссылаются на работу Лакса и Курмана, которую я вам показывала, да, и говорят о том, уже эти генетики, о том, что рак эндометрия в целом подразделяют на две группы. Эндометриоидные опухоли первого типа связаны с избытком эстрогенов, ожирением, позитивностью гормональных рецепторов и благоприятным прогнозом. И второго типа преимущественно сирозными, которые чаще встречаются у пожилых женщин без ожирения и имеют худший прогноз. И вот здесь, на этом слайде представлена вот уже характеристика, теперь геномная характеристика, которая делит все, весь рак эндометрия на четыре типа уже. Это первый тип, это с полимутацией, да, ультрамутированные, и эти... Что-то у меня немножко не работает, да, это самая указка слабая, да, а вот она. И он наиболее благоприятный, этот тип. Это второй тип, когда наблюдается дефицит репарации неспаренных оснований, гипермутация, аномальная экспрессия белков, репарации неспаренных нуклеотидов, да, оснований. И это более, менее, точнее, благоприятная группа, да, вот она обозначена зелёным цветом. Третья группа, это когда обнаруживается в опухоли аномальный P53, высокое число копий. Также это особенно характерно для серозного рака эндометрия. И это вот ещё менее благоприятный тип. И четвёртый тип, самый красный вот выделен, это самый неблагоприятный тип, для которого нет специфического молекулярного профиля, и патогенная мутация поля отсутствует, имеется микростолитная нестабильность и аббирантный P53. И вот позже эти же исследователи в 2022 году представили уже разделение в зависимости от мутации в генах, обнаруженных, на прогностические группы с благоприятным прогнозом, промежуточным прогнозом и неблагоприятным прогнозом. И новая классификация 2020 года, я не буду на ней останавливаться, когда появляются новые ипотипы карцинома, которые введены в эту классификацию, в которой указано, что предшественником как раз сирозной карциномы является интерпиталиальная сирозная карцинома, как, допустим, атипическая перплазия для высоко дифференцированной аденокарциномы эндометрия. Остановимся на вкладе Яна Владимировича Бохмана в разработку методов диагностики и планирования лечения рака эндометрия. И здесь следует вспомнить самую первую монографию Яна Владимировича Бохмана «Метастазы рака матки». По окончании аспирантуры Яна Владимирович защитил диссертацию на тему рецидива и метастазы рака матки, которые вошли в данную монографию. И здесь он пишет, что ранее полагали, что рак тела матки вначале метастазируют в поясничные лимфатические узлы, а затем в подвздошные. Проведенные в нашей клинике исследования позволили пересмотреть это традиционное представление. Изучение распространения эндометриоза лимфатических узлов таза позволило предположить, что подобный маршрут весьма вероятен и для лимфогенного миостазирования рака эндометрия. Дальше вышла работа уже диагностика лимфогенных медостазов. Это монография, лимфографическая диагностика в онкогенерологической клинике, которую он написал совместно с Сергеем Филипповичем Интергальтером. В этой монографии как раз он пишет, что углубленное обследование больных раком эндометрия завершается уточнением состояния лимфатических коллекторов с помощью радиоизотопной, а при показаниях на то время цветной рентгеноконтрастной лимфографии. И уже в 1989 году Ян Владимирович в своей монографии руководства по онкогинекологии писал, что на сегодняшний день уже существуют новые методы. Это гистероскопия. И он описывает 120 больных с гипотическими процессами, 200 больных с раком эндометрия, обследованных с помощью гистероскопа фирмы Шторц. И в последние годы он пишет, что инвазивные методы выступают место не инвазивным методам, а именно ультразвуковому исследованию, компьютерной томографии, другим лучевым методам исследования. Были Ян Владимировичем разработаны также критерии прогноза при раке тела матки. Это диссертация кандидатская Алины Терентьевны-Волковой, ученицы Яна Владимировича Бохмана, которая была посвящена клинико-морфологическим критериям прогноза рака матки и их комплексная оценка, которую Яна Терентьевна-Волкова под руководством Яна Владимировича Бохмана защитила в 1975 году. И эта работа как раз вошла в монографию «Комплексное лечение при гиперластических процессах и раке эндометрия». Здесь представлена бальная оценка факторов, в которой как раз в конце этого исследования была создана бальная оценка факторов, холестеризующих особенности опухоли организма и проведенного лечения. А именно эти баллы выставляли в зависимости от степени дифференцировки, локализации опухоли, глубины инвазии в миометрии, наличие или отсутствие метастазов, возраста и ожирения, а также в зависимости от метаболических нарушений, которые характеризуют патогенетический вариант заболевания и проведенного лечения. И посмотрите на эту современную таблицу, которую мы сейчас используем в своей работе постоянно. Это таблица группы риска с учётом клиникаморфологических факторов прогноза Европейской ассоциации онкологов, Европейской ассоциации онкогинекологов и ассоциации радиологов 2016 года, насколько она, в принципе, почти совпадает с той бальной оценкой факторов, которая была создана под руководством Ялвадимовича Бохмана, насколько он это всё предвидел. И вот я хотела показать, что на сегодняшний день уже новые появляются диагностические методы. Сейчас направление такое самое современное, одно из самых современных, это исследование микро-РНК, это исследование циркулирующих РНК. И вот даже в работе 2021 года циркулирующие РНК, многообещающие биомарки рака эндометрия, опять же, в обведении этой статьи отсылка к Ялвадимовичу Бохману, что очень важно, потому что неоспоримо этот вклад Ялвадимовича Бохмана на двух патогенетических вариантах рака эндометрия, это фундаментальный вклад в проблему рака эндометрия. Разработка новых методов лечения рака эндометрия, это разработка новых хирургических подходов, новые методы гормонотерапии рака эндометрия. В 1964 году вышла статья в журнале «Вопросы онкологии» Ялвадимовича Бохмана «Объем хирургического вмешательства при раке тела матки». Эта работа была основана на первых тех исследованиях, которые Ялвадимович исследовал в секционном зале метастаза рака матки. Представлена система доказательств о локализации первичных метастазов рака эндометрия в региональных лепатических узлах и нередкое при этом сочетание рака эндометрия с характерной триадой. Сопутствующих заболеваний. Что ограничивает возможности применения классического варианта расширенной экстерпации матки? Ялвадимович имеет в виду здесь расширенная экстерпация матки операция «Вергейма», которая для того, чтобы не ухудшать ситуацию послеоперационную, потому что это больные тяжелые, с ожирением, с сахарным диабетом, гипертонической болезни. И он предлагает вариант, впервые он предлагает вариант расширенной экстерпации матки. То есть экстерпация матки и лимфоденоктомия, не операция «Вергейма». И он пишет, что все изложенное явилось для нас основанием для разработки в 1962 году модификации этой операции, он имеет в виду операции «Вергейма», классики, да, отвечающей принципам анатомической зональности и в то же время не связанные со значительным увеличением операционного риска. В сборнике работ нашего центра, который был опубликован в Вильнюсе, «Новые методы диагностики и лечения в онкогинекологии», Янг. Богман с авторами опубликовал в этом сборнике главу «Три вида хирургического вмешательства при раке тела матки». Эти три вида, это первое, это экстерпация матки с придатками при высоко дифференцированном железоистом раке, ограниченным телом матки, вторая, модификация расширенной гистероктомии при другом гистологической структуре опухоли, ограниченном телом матки, третья, операция «Вергейма» при переходе опухоли на шеечный канал, независимо от гистологической структуры опухоли. И громаден также вклад профессора Яна Владимировича Бога на разработку проблемы гормонотерапии рака эндометрия. И вот Ян Владимирович считал, что гормонотерапия – это патогенетически оправданный метод лечения, который основан на высокой чувствительности клеток эндометрия к воздействию прогестогенов. Исторически гормонотерапия развивалась по трем направлениям. Первое направление, самое раннее, это в 1961-1962 годах, когда сначала начали применять прогестинотерапию больных с метастазами, метастатической формой рака эндометрия. И при этом частота ответа составлялась 70%, полный регресс наблюдался у 30% и стабилизацию у 40%. И эта работа в том числе и Банте, Жанна Банте, это бельгийский ученок, с которым Ян Владимирович тесно сотрудничал по проблемам гормонотерапии. И он приезжал в нашу клинику, и мы здесь с ним встречались. И второе направление – это 1971-1972 года применение прогестином в качестве одевантной и неодевантной терапии первичного рака эндометрия. Ян Владимирович очень был увлечен вот этим направлением, которое фактически, ну и Банте тоже в эти годы, в 1971-1972 году поддерживал это направление. И Ян Владимирович. Третье направление – это самостоятельная гормонотерапия рака эндометрия у молодых женщин. Была единичная работа Кэмсона в 1966 году, и в 1975 году это опубликована статья Ян Владимировича Бохмана с авторами «Возможно ли излечение первичного рака первой стадии с помощью лекарственной терапии в вопросах онкологии в 1982 году?» Ян Владимирович предложил 14 критерий гормоночувствительности, из которых и опубликовал их вот в этих вот монографиях, они изложены там. Это степень дифференцировки опухоли, высоко и умеренно дифференцированная опухоль, содержание рецепторов эстрогенов и прогестерона, рецептор положительной опухоли. Это патогенетический вариант заболевания, именно гормонозависимый. Что касается применения прогестинов в качестве адъювантной терапии, то Ян Владимирович считал, что применение адъювантной гормонотерапии может заменить послеоперационную лучевую терапию. И было отмечено увеличение пятилетней выжимаемости на 14%, и он мечтал довести ее до 90%. И был выявлен тот факт, что была повышена частота трехлетних излечений в группе с сомнительным прогнозом среди больных, получавших длительную прогестинотерапию. Однако позже проведенные рандомизированные исследования не подтвердили данные результаты, которые были описаны у Яна Владимировича. Но во всяком случае, во работе польских исследователей действительно они также получили аналогичные данные, и получили, что в группе больных, получавших прогестогены, выжимаемость была значительно выше, чем в контрольной группе без гормонотерапии. Дальше рандомизированные исследования показывали, что рецидивов было значительно больше действительно у больных, не получавших медроксипрогастролонцитат, но не было различия в выживаемости. И вот следующая работа, это Кохрановская база данных, которые привели специалисты из этой Кохрановской базы данных, они привели метаанализ по рандомизированным исследованиям и не обнаружили также достоверного увеличения выживаемости при применении прогестинотерапии в качестве адювантного метода лечения. И они пишут, что терапия прогестогена, по-видимому, уменьшает рецидивы заболевания. В одном исследовании они имеют в виду вот это исследование польских авторов. И в 2010 году уже ЭСМА, Европейская ассоциация онкологов, не рекомендовала применять гормонотерапию в качестве адювантного метода лечения. Что касается применения гормонотерапии в плане сохранения фертильности у больных раком эндометрия, то Бохман впервые установил принципиальную возможность излечения высокодифференцированной раковой эндометрии только с помощью одной гормонотерапии. И эта работа в соавторстве с Олегом Федоровичем Чепиком, Алиной Терентьевой-Волковой, Александром Сергеевичем Вишневским вышла в вопросах онкологии, возможно ли излечение первичного рака эндометрия первой стадии с помощью прогестогенов в 1982 году. И аналогичная работа была опубликована в Gynecology and Oncology в 1985 году. Исследование возможности сохранения фертильности у больных раком эндометрия, изложено в гормонотерапии, в монографии Яла Владимировича Бохмана совместно с Жаном Бонте в 1992 году. И с 1975 года в нашей клинике появилась возможность длительного прозлеживания за этими больными. И уникальность этих исследований заключается, во-первых, в их приоритетности в большом количестве наблюдений и в длительности прослеживания за больным. И на основании прослеживания мы обнаружили, что наблюдается у 10% пациентов резистентность гормонотерапии, но при этом полный регресс опухоли наблюдался почти у 50%. Беременность у 19%, роды чуть больше, чем у 10%. Но при этом рецидивы заболевания также наблюдались почти у 50% больных, которые были оперированы по поводу рецидива заболевания. И вот приведённое нами исследование отдалённых результатов применения самостоятельной гормонотерапии у больных раком эндометрия позволило установить, что длительность ремиссии зависит от правильного отбора больных только минимальной высоко дифференцированной аденокарцином, от восстановления фертильности и реализации реподуктивной функции. И не зависит, как ранее считалось, как предлагал Олег Федручепик, между прочим, продлевая длительную гормонотерапию, но она оказалась, что не зависит от длительности гормонотерапии. И вот здесь, на этом графике показано, что наиболее часто рецидивы при наблюдении за больными после такого лечения наступают в течение 2-3 лет, первые 2-3 года после такого лечения. И мы на основании вот этих вот уже отдалённых результатов запатентовали этот метод в нашей клинике. Клиника является приоритетной, наша клиника по этому методу. И мы там отметили, что в тех случаях, когда овуляция в фертильном течение 3-х лет от начала лечения не восстанавливается, а также после прерывания желательной беременности необходимо планировать радикальное хирургическое лечение, экстерпация матки с придатками. И в современных рекомендациях вообще после, как раз даже если реподуктивная функция удалось реализовать эту функцию, то всё равно такую пациентку предложить ей всё равно радикальное хирургическое лечение. И всё это, можно сказать, что это создание функционального направления в терапии предопухолевых и опухолевых заболеваний, в основу которого был положен патогенический подход к лечению. И этому свидетельствуют эти монографии, которые здесь представлены. И в 1992 году Ян Владимирович совместно с академиком Вихляевой, совместно с профессором Вишневским и профессором из Одессы с запорожаном опубликовал на английском языке, выходит монография «Онкциональная онкогинекология в конце XX века». Ян Владимирович Бокнов наполнял 340 статей, 17 монографий, из которых руководство по онкогинекологии «Настольная книга широкого круга врачей». За эти три монографии «Клиника лечения рака шейки матки», «Метастазы рака матки», «Комплексное лечение при гиперпластических процессах» и «Раке эндометрии» Ян Владимирович был достоин именной премии Груздева «Президиума Академии медицинских наук СССР» как лучшие работы по гинекологии на 1976-1980 годы. И вот на этой фотографии, так как мы отмечали вот эту вот премию Груздева, которую Ян Владимировичу вручили, это торжественное заседание по случаю получения Ян Владимировича Бухмана этой вот премии Груздева. А международное признание заслуги Ян Владимировича Бухмана нашло отражение в избрании его действительным членом Нью-Йоркской академии наукоэкспертов нескольких комитетов ВОЗ, членом Европейской ассоциации онкологов-гинекологов, имеется в виду ФИГО, и Международная ассоциация федерации акушеров-гинекологов ФИГО, и Европейская ассоциация онкологов-гинекологов ЭСГО. Спасибо за внимание. Спасибо.